Всем привет! С вами Шушаненька и Ая. Сегодня будет немного странное видео, наверное. Это будет смесь болталки с итогами месяца. За февраль я сплела 8 работ, но на руках у меня осталось 5. Потому что я уже успела подарить и отправить часть, и тупо забыла отснять хотя бы куски с ними. Но я вставлю фотки, ибо они остались. Первыми работами за февраль стали парные фенечки. Одна осталась у меня, такая зеленая, а вторая уже у своего хозяина. Здесь я использовала необычные ниточки, а именно Мадейру зеленую и синюю, Камелию до сложения серую и белую блестяшку Симли. Этими фенечками я очень довольна. Второй готовой фенечкой стал ночной фейерверк, который у меня выбросила Лиза. И, соответственно, показать его я уже не могу. Работу я полностью скопировала у Нины Ратниковой. Были некоторые проблемы с тем, что я пыталась сымитировать зеленую Симли, а именно вынула ниточку люрекса из белой и соединила с зеленым мулине. Плести было очень неудобно, так как нитки все и путались между собой, и этим очень меня бесили. Но итогом стала совершенно чудесная работа, которая оказалась даже почти ровной. Едем дальше, и опять работа, которой у меня нет на руках. Это вот такая фень, и с ней у меня целая история. В общем, это был обмен с Владиславой. Спойлер. Ее письмо мне пришло, и я покажу его чуть позже. Она попросила повторить мою фень, которая, к слову, уже тоже у Лизы. Но дело в том, что я плела ее в 2016 году и не сохранила ни схемы, ни рекалора. Просто я молодец. Вообще. Я перерывала все папки, но так и ничего не нашла. Пыталась найти тот рекалор, но успехом это дело не увенчалось. И вот я нашла схему и решила ее пересобрать в ФБД и раскрасить, как мне надо. Потому что я тупенькая и не могу заменить цвета воображением. Значит, пересобрала я схему и начинаю ее раскрашивать по своим цветам. И вижу, что что-то не так. Вот что-то не сходится. И, конечно же, это не та схема. Черт. Просто она очень сильно похожа. И тут меня начало жестко бомбить. И результатом этой бомбежки стало то, что я залила в группу. Кстати, подписывайтесь на нее. Ссылка будет в описании. Залила в группу у альбома все схемы, по которым плела. За всю свою карьеру фень-коплетство. Ну и в итоге я удачно переделала схему, так как мне надо. Смелила фень и отправила. Все, фух. Закончим с этим. Следующая фенечка осталась у меня. И выглядит она вот таким образом. Довольно ванильная цитатка и примитивные цвета. За фон здесь синяя симли, а за буквы жемчужный розовый металлик от DMC. Она кривит, потому что я не могу в прямое. По этой схеме был какой-то странный моб, но не суть. Дальше у меня готово три малютки на моб насы. Первую из них я сплела вот эту. Она шикарна. Здесь офигенное сочетание. И Лиза заставляет меня использовать тулипы и камелию, которые у меня есть. И поэтому я впихнула сюда синюю камелию. Вторую фенечку я закончила вот эту. Она немного странненькая, но мне нравится, что удалось сохранить симметрию. И сюда я тоже впихнула белую блестяшку, которой, естественно, не видно. Третья фенечка мой фаворит. Не знаю почему, но когда я нарезала ниточки, мне уже казалось, что фенечка выйдет офигенная. Что и получилось. Здесь такая вот бело-зеленая пряжа. И черная симли. Все это так блестит красивенько. И, пожалуй, эту фенечку я оставлю себе и буду радоваться жизни. И еще у меня есть какая-то непонятная хренюшка. Которую я хочу прицепить вместо растики и сделать фоточку в инстаграм. Кстати, подписывайтесь на него тоже, там красивенько. Так вот, после видео Джены Марблс мне захотелось сделать себе растичку. Но так как я не могу плести на себе. А встречи, на которых мне могли бы заплести ее, у нас уже не проходит, к сожалению. Поэтому будет что-то вроде вот такого дела. Еще хочу показать вам два недоплета. Один из них вот такой. Я вдруг поняла, что у меня нет ни одной перевертки. И я вообще не плела ни разу. И вот решила сделать. Но тут у меня кончился вот этот мультикалор. И я не могу доплести его. Этот недоплет. Потому что мне очень день идти в магазин. И все это дело так сливается. У меня очень хороший упон я подобрала. Но ради одного недоплета стоит потерпеть. В общем, вот такой. И надеюсь, что на днях я схожу в магазин, докуплю моточек и доплету. Этот недоплет уж. А второй недоплет на непонятку у насы. И выглядит оно так пока что. Это второй этап. Да, вроде второй. И тут пока все очень странно, непонятно. Цвета мне, конечно, нравятся. Но вот на вот этом этапе здесь просто какой-то синий мешало. И думаю, что дальше пойдет лучше намного. Ну, посмотрим. Вот. И, пожалуй, покажу вам еще вот такого радужного кита. Он получился жирненький, тискательный и мягенький. И у него блестит пузико. Ну, давайте, давайте попробуем. Настань всеми для блестеть. Вот. Да что ты. Вот. Все, с моими работами на данный момент покончено. Теперь хочу показать вам письма. За февраль мне пришло три штуки. Два первых я забрала в один день, а третий вчера. Покажу вам письмо от Владислава. Тут было очень много всего. И когда я открыла, вообще офигела. А вообще я просила только четыре вида пряжи, но что-то пошло не так. Первым делом здесь была вот такая открыточка. Я, кстати, уже давно хотела открытку из Санкт-Петербурга. И вот. Желание исполняется потихонечку. Дальше я тут уже немного покоцала, но пряжу я пока не буду отцеплять, потому что не собираюсь ей пользоваться в ближайшее время. Мы договаривались на вот эти четыре моточка. На вот эту, вот эту. И вот эти два. Но, сами видите. Честно говоря, я не знаю, что это за пряжи. И в письме тоже было не написано. Но это не так важно. Еще здесь была такая вот розовая шамба, ядреная. У меня, кстати, когда-то давно было платье похожего цвета. И оно бы подошло к ней, но, к сожалению, по-моему, этого платья у меня уже не осталось. Вот. Потом дальше здесь вот такая вот подвесочка из бисера. В виде британского флага и сердечка. Очень миленько. И еще тут есть маленькая бутылочка. Вот. Все, это очень миленько. И я пребывала в шоке. И мне пришлось придумывать, чтобы еще положить ей в ответ. Потому что за одну фенечку, ну, это очень-очень-очень много. И я как бы за равноценность. И поэтому постаралась положить что-нибудь еще такого приятного, чтобы ей понравилось. А, кстати, тут еще был чай. Но до съемок он не дожил, потому что у меня в доме закончился абсолютно весь чай. И именно этот меня очень-очень выручил. Вот. Так что спасибо огромное, Владиславе, за этот обмен. Я очень довольна всем. И обязательно буду пользоваться этой пряжей. Второе письмо было не менее шокирующим. Потому что оно пришло от моей любимой Лизоньки. И я орала, как сумасшедшая, когда я все это увидела. Значит, было два моточка ниточек. Это, видимо, Камтекс. Такое нежно-нежно-нежно-голубой. И Ярнар Брайт, скорее всего. Тоже такой синенький. Классно очень. Мне прям нравится. Надо будет где-нибудь поискать такой моточек и заказать себе полный. Потому что что-то я влюбилась в эту пряжу. Тебе даже еще не пробовала, но мне уже нравится. И Пошечки-Кошечки. Вот просто целая, куча, куча фенечек. Сейчас осмотрим каждый подробнее. Первая вот такая. И она очень тепленькая. Ассоциируется с длинным днем, желтой настольной лампой, пледом и чаем. Просто шикарно. Ну, посмотри. Боже. Вторая фенечка, как и еще некоторые, была для меня неожиданностью. Она участвовала в фенкоплете в батле, в розовом или фиолетовом. И вроде бы заняла второе место. Или нет. Прости меня, Лиза, и за то, что я забыла и не слежу за твоими достижениями. В общем, пенчик. Да. Третью фенечку я уже успела потаскать. И сейчас опять минутка дурацких ассоциаций. Напоминает летнее поле и серые грозовые тучи, которые заволокли все небо. Но солнышко еще пытается проглядывать. и вот-вот ливанет. Очень офигенная фенечка. Мне прям нравится. Четвертая вот такая. Я, честно говоря, уже забыла про нее. Цвета, кстати, не совсем передаются. Здесь более фиолетово. Нет, она все равно дает вам таким более бирюзовым. Здесь, конечно, совпадает, но здесь более такой фиолетовым. Это, мне кажется, Византия. Византия, да, которая у меня есть. Ну вот, более... Хотя нет, не передается. Короче, ладно. Тоже серая. Лиза мне тут на днях спросила, не надоел ли мне серый цвет? Нет, не надоел. В пятой фенечке я просто потеряла челюсть. Это жилая тепла и черт, она просто космос. Я ее тоже уже подзатаскала по завязочкам, видно. Я вообще не ожидала ее получить. Черт. Ну, просто шикарность. Шикарность. Как так можно вообще? Нет, она вся блестит. Только посмотрите. Фон блестит. Это Симли. И еще я тут успела разглядеть в петельки. На. В общем, в розовой... В розовой петельке розовая Симли, да. И это все очень-очень классно блестит. Шестая фенечка просто вау-вау-вау. И здесь идеально абсолютно все. Ее я буквально сняла с руки, чтобы вам показать. и последние две малюточки вот такие вот. Черную я у нее попросила, потому что мне захотелось что-то такого маленького и монохромного. И синенькое она положила мне сама. Просто так. не хочет. Но... в общем, Лиза сумасшедшая и очень жестко меня балует. Я знаю, что ты смотришь это видео. Я тебя люблю и обожаю. Спасибо тебе за такое богатство. Я вообще в шоке. И сейчас я еще хочу показать вам последнее письмо. Я и представить не могла, что когда-нибудь выиграю в чьем-то розыгрыше, но... Да. Я очень хотела выиграть одну из тех фенечек и сейчас поймете почему. Это же Пеннивайз. Черт. Пеннивайз. А так как я являюсь поклонником творчества Стивена Кинга и прошлогодняя экранизация фильма меня очень доставила и я сама хотела сплести что-то подобное, но так как с прямым у меня сейчас совсем беда, поэтому я вдвойне рада этой фенечке. Черт. Вы только посмотрите, какая она шикарная. Она очень-очень ровная. Ну прям вообще а изнанка кстати, криповая. Вот. ну класс. Еще здесь была такая вот фенечка с нигерями. Она тоже очень ровная. Прям вообще шикарно. Шикарно. Я сказала, шикарно. Да. И еще тут был чаек. две пряжи. Это тоже византии Legend Print. А это YarnArt Bright. Такой золотистый. Классный очень. И еще тут было две маленькие мимишные подвески. Подвеску с ключиком я уже давно хотела, но четко как-то только сейчас. А к слову сказать, тут очень офигенный скотч с такими звездочками. мне прям вообще доставил. Надо тоже где-нибудь добыть такой. Милота. Ах да. И еще тут была открытка из Саратова. Вот такая вот в акварельном стиле. Очень классная. И я вроде не сказала от кого это было. Это был розыгрыш в группе у Киры Кауфман. Ссылку я пожалуй оставлю, потому что вряд ли смогу сказать правильное название группы. my English is bad. И огорчение. Короче все. Это видео скорее всего получится очень длинным, но это не точно. Поэтому спасибо всем кто его досмотрел. Если оно вам понравилось то пожалуйста цените его лайком. Подписывайтесь на мой канал, на группу, на мой инстаграм. Почему бы и нет. Можете еще на твиттер, но это так, кто захочет. Все ссылки будут внизу в описании. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Пока.